здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я разберу с вами вот этот вот прекрасный топ от валентина конечно же это не для новичков я роско нарисовала схему узора здесь вышивка узор вот все очень красиво мило и шикарно конечно же тут нужен опыт вот значит связала я по поводу вышивки девчонки я конечно говорить ничего не буду я поговорю с вами о самой модели и узоре вот вышивка потом я так думаю просто сверху поверх уже топа связанного готового произвольная вышивка вот цветочки лепесточки в общем на вышивке останавливаться я не буду потому что это пробовать надо показывать узор вот он узор плеченки аран по центру две косы большие две косы маленькие вот в средине этой косы есть рапорт вот такой вот рапорт уходит у нас справа и влево мы видим на образце вот тут в принципе все понятно вот моя схемка еще я допишу условные обозначения и предоставлю вам эту схему в сообществе девчонки открывайте прямо на моем канале раздел сообщества и там выложенных постах будет вот это вот схема уже с условными обозначениями вот по ней вы свяжете сложного ничего нет единственный нюанс вот так вот обозначены у меня шишечки здесь единственный нюанс вот это вот это переплетение как как бы переброс потому что здесь у нас узелок у нас здесь здесь плохо видно в общем девчонки здесь у нас две влево две вправо петли но между ними есть лицевая петля вот на схеме она вот так вот у меня нарисована она здесь есть и я единственное что хочу показать вот этот вот элемент момент как я делала чтобы то лицевая она просто дело то что можно было бы сделать без нее но потом приходится добавлять дополнительную петлю на вот эту вот шишечку чего мне делать не хотелось я попробовала с дополнительной петлю и мне не понравилось поэтому я связала другой образец именно с этой петлей здесь посредине и вот как то есть вот там две лицевые и между ними изнаночной вот как я и делала вот так вот продела дети 3 здесь и в 2 4 5 продела петли потом одела вот эти вот петли и то есть поменяла местами лицевые и вот это вот изнаночная вот она которая поставьте если будете вязать поставьте этот момент на замедленную замедленного произведения и потом вот две лицевые которые у нас слева направо за работой одна изнаночная вот она то изнаночная которая была по центру и две лицевые она по центру и осталась это изнаночная 1 2 лицевые мы скрестили вот таким образом все остальное думаю понятно далее там скрещение вправо влево это все простенько здесь переброс одна петля с двумя здесь одна с одной и все по сути ничего шишечка из 5 петель все все как бы из классического вязания никаких нюансов таких непонятных так значит с кему схему я вам выложу вот что еще сказала я да что вот этот раков он у нас повторяется вот на образце у нас я здесь нарезать что у нас вот этих вот рапортов 3 на этом изделии вот и понятное дело что не то что лучше вообще на 99 процентов лучше если это вязать в круговую и совместить как раз 6 рапортов равномерно совместить другое дело получится ли у вас на ваш размер поэтому вот эти вот три основа основных элемента мы сохраняем далее по бокам либо убираем вот эту вот косу на которая у нас придется на бок если 6 рапортов классических набирать либо вообще ее аннулируем и вот эти два как бы рано у нас сойдутся это для маленького размера для большого размера добавляем вот так вот эту косу либо добавляем вообще и если совсем большой размер нам нужно но нам что важно чтобы у нас было по центру вот это таран был и по бокам 2 которые уходят на плечика вот вот это очень важно потому что это делает как бы в этом и есть изюминка этого топа вот то есть с набором петель мы поняли да где убираем сохраняем вот эту центральную часть убираем боковушка либо добавляем в боковушках так что я вижу на этом топе я не вижу здесь вообще мне кажется что здесь вот вот так вот ровно то есть это маленький размер и здесь просто разделено на две детали и там нету вот этой вот как раз боковушки здесь сходится именно на аране на вот этой вот на образце поэтому там и получается что у нас как раз 3 аран приходится на вот это вот плечика а здесь нет убавление если же большой размер то нужно делать пройму чтобы выйти опять же на вот этот вот на эту бретельку которая у нас из этого фрагмента вот то же самое на спинке я здесь не не дорисовала то есть понятно если размер большой мы делаем пройму если размер маленький кроме не делаем просто разделяем пополам и даже вот эти вот две полоски плечо достаточно широкая в этом топе то есть нет такого что это мальчика это именно топ вот связан обратите внимание там верхнюю на верхнюю часть этого топа он связан японским плечом то есть вот эта вот часть сгиб у нас будет здесь а вот эта часть у нас перегибается сюда вот кто знаком с японским плечом тут понимает о чем я говорю кто не знаком есть девчонки видео отдельная сама смотрела когда изучала этот вопрос просто наберите японское плечо есть девчонки объясняет очень подробно как это все делается вот таким вот образом выглядит по итогу сзади этот топ то есть спинка связана вот таким вот образом так значит сейчас я об этом по про убавление еще скажу значит здесь у нас с проймой мы решили здесь у нас мы вяжем спинку незаконченными рядами по две петли здесь по две петли незаконченные ряды и спинку рекомендую довязывать после переда когда вы сделаете переднюю деталь и тоже оставьте спицы петли на спицах еще чтобы потом до дополнить как бы вот здесь значит незаконченные ряды а здесь у нас просто вот ориентировочно вяжем до плеча и плюс еще там их 5-7 сантиметров которые у нас уходят в спинку вырез достаточно глубокие на спинке на передней детали вообще глубокий вырез горловины здесь у нас закрытие петель потом классический круглый вырез вот и ровное вязание а здесь планочка платочной вязкой вот так вот еще обязана а вот здесь просто платочной несколько рядов последних связано платочной вязкой дальше переходит она несколько петель платочной вот а здесь вот кстати девчонка там несколько петель изнаночной глади либо вот этот шнур шнуром обязана айкорд или как он называется но там я вижу валик на рукавчиках скрученный валик больше как бы нюансов не вижу а ну внизу резинка два на два тут важно сначала распределить петли вот этот узор корректируем здесь по бокам все девчонки а здесь петель закрываем так чтобы у нас осталось как бы не тронутым этот аран и петель 6 осталось на вот эту вот платочную вязку после арана чтобы опять же вот это вот плечиком было у нас очень красивым то есть два оранчика здесь платочная вязка здесь скруточка как бы завернута платочная вязка ну все в принципе все девчонки такой быстрый скоростной мастер-класс очень красивый топик ну трудозатратный этот за выходные мы не свяжем хотя может быть заморочиться если на на пляж ехать на пару дней то можно связать все девчоночки на сегодня это все с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока